Здоровщики народ, с вами Хатя. Сегодня мы с вами поговорим о проблемах вот блиц. Уху, уху, да мы знаем что у нашей игры много проблем есть, есть также конечно положительные стороны, но о проблемах нужно говорить и просто такое дело, что все мои мысли, которые со мной были буквально 10 лет, сколько я играю в танки, сегодня просто мое представление разлетелось. Полетели. Ну а спонсор этого ролика компания OneX, которая дает высокие коэффициенты на матчи, пополнение без комиссии, вывод без потерь на большинство платежных систем и регистрацию в один клик без паспорта, а по моему промокоду для новичков бонус до 32500 рублей на первый депозит. Ссылочка в закрепленном комментарии. Ну что же, я снимал видео о том, что я уже 10 лет играю в танки, я уже бри исполнился полнейше, да, и мне кажется я много чего понимаю в этой игре, и у меня вот с тех еще бородатых времен есть понятие, что премиум танки, они как бы, ну, не могут быть лучше, чем прокачиваемые. Я понимаю, вы сейчас можете подумать, что я дурачок, скажешь, ты дебил, ну, бля, химера, прогета, бля, FL-10, какой-нибудь эссырочка, там, ну, чифтейн, много танков, да, но это такие вот частные случаи, да, единичные, скажем так, просто в основном, ну, я же еще из тех времен, когда мы в ББ играли давно, и премиумные танки, они были, ну, вообще не алё, ну, то есть там Ти-59 был еще там, в 13-м году, допустим, да, Суперпершинг, Лев, Т-34, ну, такие, не самые плохие танки, но это не имбаг, на который люди выкатывались и просто разносили полурандома. В общем, в чем дело? И что-то мне вот сегодня, черт, дернул пойти посмотреть статистику по серверу, по танкам. Я ошалел просто! Сейчас мы с вами пойдем, но перед началом я хочу вам рассказать о том, что у нас завтра в Телеграм-канале проходит розыгрыш 10 боевых пропусков, ссылочка в описании, переходите, завтра, все, там, там, просто нужно одну, три кнопки нажать, все, переходите, в закрепленном комментарии, все. Так, давайте, блядь, приготовьтесь, серьезно, я сейчас переключаюсь, вот переключаюсь сейчас на сцену, и у вас, блядь, просто башка взорвется, я знаю, может быть, многие об этом знали, я что-то даже внимания раньше не обращал, я обычно смотрю статистику по серверу, ну, там, среди топов, а там более интересное. Я зашел, посмотрел на восьмом уровне, блядь, что там происходит, смотрите, опа, блядь! Во-первых, я понимаю, что вы видите очень много цифр, вы не понимаете, что происходит. Вот так будет понятнее, то есть, видите, восьмой уровень, выбраны все танки, то есть, не только премиумные, и мы видим, что по винрейту, по винрейту, мать его, почти одни премиум танки, то есть, самый наивысший винрейт у премиум танков, то есть, Сумуа С7СМ, Химера, Эмилька, Т-54-2, Нуакула, Центурион, хороший танк, Объект-252, ну, тоже неплохой, ТС-5, короче-то, не знаю, что он тут делает, Дефендеры, ну, то есть, а где, я не понял, подожди, а где, а где, а где про гетто? Ну, то есть, ладно, мы видим, что из, первый из не премиумных танков, это Эмиль-1 с 54% побед. Ну, Эмиль-1, хули, он нормально, потому что новая ветка, ну, конечно, она нормальная. Листаем дальше, и видим то, что тут одни премиум танки. Давайте мы, почему мы будем тянуть? Просто, ну, да, вот, ёх, ещё есть. Просто в конец, и вот в конце, вот в конце уже, вот всё, да, прокачиваемые танки. Там ИСУ-130, Пантера М88, которая, да, такая себе. Ну, то есть, тут уже, по факту, ФЦМ-50Т, ну, ЛКПЗ ещё можно было бы, в принципе, поиграть. Блять, Т-44-100 выше, чем ЛКПЗ, вы что, гоните или что? Короче, все прокачиваемые танки просто в жопе. У меня, в принципе, есть объяснение. Ну, премиум танки покупают, скорее всего, люди, которые уже, ну, что-то понимают, да. Я понимаю, что новички, которые только качают первую ветку, да, они играют, ну, прокачивают танки, катают их в стоки. Да, премиум танк, он не в стоке. Ну, не до такой же степени, камон, тут же есть вот такие танки, которые, ну, очень мало людей качают, скорее всего, в первый раз. Допустим, допустим, давайте возьмём какой-нибудь... Ну, СТА, ну, на СТБ идут уже люди, уже у которых там что-то есть. СТА, блять, 46% средний винрейт, ёпту мать. Пантера, пантера, балдёжный танк, на самом деле. Вот у меня, на самом деле, складывается впечатление, что да, всё-таки, может быть, немножечко здесь и есть доля того, что новички, дурачки и так далее. Потому что Пантера, ну, не может быть, она на последнем месте. Ну, как так-то, я не могу понять. Давайте переключимся на седьмой уровень. Абсолютно такая же самая ситуация. Посмотрим мы всё-таки в конце, да? Ну, тут такие... Ну, по факту, да, это просто проходные танки. Потому что вот здесь ничего интересного нет, кроме Пантера-1. Пантера-1, я считаю, очень хороший танк. Даже, может быть, Т-71 со шпицом ещё можно даже играть. Комет мой здесь. Ну, не такой же разрыв, ну, камон, 46. Последний танк и первый 57. Ну, это уничтожитель, конечно, но всё же. И просто, на самом деле, если так подумать... Ну, да, не все премиум танки имбаты. Потому что очень много танков Wargaming делает. Ну, прям, ну, откровенно, каких-то фуфельных. Не знаю, для чего они это делают. Тот же ТС-5 какой-нибудь. Его, в принципе, в рандоме-то нет. Ну, это сделано, конечно, уже на будущую продажу, когда он будет попадать в предложениях и так далее. Но, реально, вот новые есть танки, премиумные. Они просто ебанутые, извините меня. Они реально... Ты их видишь, тебе страшно становится. Вы когда, в последний раз, видели какой-нибудь прокачиваемый танк? Там, ИС-3 какой-нибудь, я не знаю. Ну, неплохой, конечно. КВ-4. Ну, тоже неплохой танк, на самом деле. В принципе, играть можно. Но ты его видишь, он такой, ну, ну, да ладно. На седьмом уровне ты кого? Тигра первого увидишь, испугаешься. Да нет, конечно, выйдет Крушитель. Уничтожитель. Блядь. Дракула какой-нибудь. Ты сразу штаны накладываешь, думаешь, бля, все. Давайте я поехал в ангар, короче. Давайте попробуем ради интереса. Я сейчас возьму девятый уровень. На девятом уровне очень мало премиумных танков, коллекционных. То есть там, может быть, будет что-то поинтереснее. А вот. А вот. Тут уже более или менее. То есть мы видим, что, ну, К-91. Странно, что К-91 выше, чем АМХ-30 прототип-1. Потому что я считаю, что прототип лучше. Но Т-55, вот. КПФ ПЗ-70 где-то в серединочке там. Ну, а вот Викерс. Т-95, блядь. Ёх, Т-95. Ну, то есть есть танки прокачиваемые, которые вполне себе очень даже и неплохо выглядят на фоне премиумных танков. Ну, не на восьмом уровне. Я вообще к чему это все веду? Я делаю скидку все-таки на то, что это все время танки в топе. То, что их покупают, скорее всего, немножко более адекватные люди. Но, ну, камон. Камон. Ну, не до такой же степени разрыв. Потому что я вот рассказывал, что вот в те времена, когда я еще играл большие танки, вообще не было мысли, что, может быть, премиум танк будет на голову выше, чем прокачиваемый. Потому что, ну, я не скажу, что ССР, как самый сильный танк, конечно, на 10 уровне, но ССР, он прямо, ну, выделяется. То есть ты понимаешь, что ССР, это, блядь, это не хухры-мухры. Чифтейн МК-6, ты видишь его, ты понимаешь, что, блядь, это, блядь, это же не ИС-7 какой-нибудь. Там, супер конь и так далее. Плохо это или нет? Вот к чему приводит меня мысль, на самом деле. Двоякие ощущения, на самом деле. То есть, с одной стороны, это плохо, а с другой стороны, ну, блядь, я понимаю, что бабки-то им нужно делать, конечно, да? Я просто делаю скидку на то, что, ну, восьмой, седьмой уровень. На седьмом уровне очень много танков хороших. Все равно, даже не считая премиумных, там есть прокачиваемые, просто балдежные. На восьмом уровне вообще ничего, у меня вообще нет танков, на которых я играю. Ну, ружка там, облегченочка, я не помню больше. То есть, все, у меня на восьмом уровне чисто премиум танки играются, потому что там все завязано на премах. На девятке, десятке, на самом деле, у меня даже, может быть, чаще всего бои проходят на прокачиваемых танках. Поэтому я считаю, что, ну, тут 50-50, то есть, да, засрали восьмой уровень, но на десятом вполне себе ситуация еще более-менее нормально выглядит, потому что там, ну, много танков хороших. Бля, все равно обидненько, на самом деле, получается. Вот напишите в комментариях, вот вы считаете, что премиумы, вот вы напишите в комментариях, вот по вашим ощущениям, не то, что вот я вам сейчас показал, да, а по вашим ощущениям, есть ли такое, что премиум танки, они прямо вот, ну, выделяются по своим характеристикам, по, скажем так, ну, по ощущениям игры на танки и так далее. То есть, скажите, ну, ни хера, я на прямах вообще не могу играть. У меня там есть, да, химера имбовая, все остальное полное рожно. Даже если пощелка пятый уровень, да, ну, пятый еще, ну, там более-менее. На шестом уровне, там, где танки с боевого пропуска, ну, там вообще, конечно, весело, да. Ну, тут еще вот как-то здесь вот как-то более-менее еще, ну, даже, по сути, то же самое, что на восьмом, просто не так сильно выделяется. И давайте посмотрим десятый уровень, ну, чего уж тут. Млэй-54, СР-ка, ВК-90, Супер-Конь. Странно, что Чифтейн так низко. Ну, тут вот на десятом уровне, вот о чем я говорил, я, кстати, я реально не смотрел эту вкладку до этого момента. И я вижу, что, ну, вот вы видите, вот, мне кажется, на восьмом уровне должно быть примерно хотя бы вот так как-то. Должны быть прокачиваемые танки, которые, ну, балдеже, то есть они вот, хотя бы половина списка с, вот, здесь вот должно, ну, хотя бы меньшая половина списка должна быть прокачиваемых. И вот здесь есть М-60, которые апнут, конечно, 121бет, 95.6, ВЗ-шка, ну, то есть есть танки, то есть, ну, как бы, есть куда разгуляться. Половина танков премиумных, коллекционных, они, ну, ни хера не алё, не раляют. Поэтому я к этой ситуации отношусь так вот двояко. То есть, плохо, но на десятом ещё норм. Понимаете, ещё просто так отношусь к этому, потому что я играю в основном на восьмёрках, это на премах, потому что вы поняли почему. На седьмом уровне у меня много танков классных, на которых я, в принципе, кайфую. А на топах мне как бы пофиг, потому что там не раляет особо вот эта вот коллекционная премиум техника. Поэтому, ну, как бы, блядь. Ну, в общем, я думаю, что вам было интересно. А если вам было интересно, то прожмите лайк, поставьте колокольчик, прожмите, подписочку сделайте. На телеграмм перейдите. Ну, будем следить за ситуацией. Я вот раньше не обращал внимания, а теперь я буду реально там одним глазом посматривать немножечко. Ну, и пишите в комментарии свои мысли. Всё, всем пока-два.